Дмитрий Президент, спасибо большое. 24 февраля 2022 года вы обратились к своей стране и к нации 24 февраля, когда начался конфликт на Украине в 2022 году. Вы сказали, что вы действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойи. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как вы пришли к такому выводу? Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Спасибо. Это серьезный разговор. Так вот, да, это серьезный разговор. Но поскольку у вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? Yes. Тогда я позволю себе, ну, просто вот 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. Вы не против? Please. Смотрите, с чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась, Украина? Российское государство стало собираться как централизованное. Это считается годом создания российского государства. 1862 год, когда новгородцы, есть такой город, Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из Варягов. 1862 год. В 1862 году Россия отмечала тысячелетие своей государственности, и в Новгороде стоит памятник, посвященный тысячелетию страны. В 1882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер в это время, к этому времени, пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика. И, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра – в Киеве и в Новгороде. Следующая очень значимая дата в истории России – 1988 год. Это крещение Руси, когда князь Владимир, правонук Рюрика, крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства. Восточную христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное российское государство. Там, ну почему? Единая территория, единые хозяйственные связи, один язык. И после крещения Руси – одна вера. И власть князя. Начало складываться централизованное российское государство. Но в силу разных причин, после введения престола наследия, в древние времена, средние века, Ярослава Мудром, чуть-чуть попозже, после того, как он ушел из жизни, престол наследия было сложным. Передавалось не напрямую от отца к старшему сыну, а от ушедшего из жизни князя, его брату, потом сыновьям по разным линиям. Все это привело к раздробленности Руси. Единого государства, которое начало складываться как единое, привело к раздробленности. Ничего особенного в этом нет, то же самое происходило в Европе. Но раздробленное русское государство стало легкой добычей той империи, которую столкнул когда-то Чингисхан. Его преемники, хан Батый, пришли на Русь, разграбили практически все города, разорили их. Южная часть, где был Киев, кстати говоря, некоторые другие города, они просто утратили самостоятельность. А северные города, они сохранили часть своего суверенитета, платили дань в Орду, но часть суверенитета сохранили. А потом в центре, в Москве, начало складываться единое российское государство. Южная часть русских земель, включая Киев, она начала постепенно тянуться к другому магниту, к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество. Его даже называли Литовско-Русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства. Они разговаривали на древнерусском языке, были православными, но затем произошло объединение уния Великого княжества Литовского и Польского королевства. Через несколько лет спустя еще одна уния была подписана уже в духовной сфере, и часть православных священников подчинилась власти Папы Римского. И таким образом вот эти земли оказались в составе польско-литовского государства. Но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения. Язык внедряли туда свой. Стали внедрять идею о том, что это не совсем русские. Что поскольку они живут у края, они украинцы, а первоначально слово «украинец» означало, что человек живет на окраине государства, у края. Или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы. Ну так вот, поляки всячески ополячивали и, в принципе, относились вот к этой части русских земель достаточно жестко, если не сказать жестоко. Все это привело к тому, что эта часть русских земель начала бороться за свои права. И писали письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав, с тем, чтобы сюда присылали, в том числе и в Киев. Присылали людей. Когда это я уже потерял? Когда это было? В какие годы? Это было в 13 веке. Это было в 13-14 веке. Вот. В 13 веке. Это было в 13 веке. Значит, и я сейчас скажу, что было дальше, и назову даты, чтобы не было путаницы. И в 1654 году, чуть раньше даже, люди, которые контролировали власть вот в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им, в принципе, ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала себе. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дима. Дай-ка. Я вам отдам вот эти документы. Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет, нет, нет. Все-таки это документы из архива, копии, где письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Здесь копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, но переведете потом на английский язык. Россия не соглашалась их принимать сразу, потому что исходило из того, что начнется война с Польшей. Все-таки в 1654 году Земский собор, это было представительным органом власти древнерусского государства, решение было принято. Эта часть древнерусских земель вошла в состав московского царства. И, как и предполагалось, началась война с Польшей. Она шла 13 лет, потом перемирие было заключено, а всего после заключения этого акта 1654 года, через 30, по-моему, 2 года, был заключен мир с Польшей. Вечный мир, как тогда было сказано. И вот эти земли, все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России. А все правобережье Днепра осталось за Польшей. Затем, во времена Екатерины II, Россия вернула все исторические земли свои, включая Юг и Запад. Это все продолжалось до революции. Да, а вот перед Первой мировой войной, воспользовавшись вот этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идеи Украины и украинизации. Все понятно для чего. Потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особо этническая группа украинцев, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом. Возникли и теоретики независимости Украины уже в XIX веке, которые говорили о необходимости независимости Украины, но, правда, все эти столпы украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошее отношение с Россией. Они на этом настаивали. Но, тем не менее, после революции 1917 года, глижевики старались восстановить государственность, развернулась гражданская война, в том числе и с Польшей. Был подписан мир с Польшей в 1921 году, по которым западная часть на правом берегу Днепра опять отошла к Польше. В 1939 году, после того, как Польша посотрудничала с Гитлером, а Польша сотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал, все документы у нас в архивах есть, предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германию так называемый Данцовский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и с Восточной Пруссией. А после Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Вот Гитлер упрашивал их отдать мирно. Поляки отказались, но тем не менее сотрудничали с Гитлером, и вместе занялись разделом Чехословакии. А вы говорите, можно спросить, что части Украины на самом деле являются русскими землями сотни лет. Почему тогда, когда вы стали президентом, вы просто не взяли их 24 года назад? У вас ведь оружие было там, не знаю. Почему вы тогда так долго ждали? Да, сейчас скажу. Я сейчас к этому, я же заканчиваю эту историческую справку. Сейчас она скучная, может быть, но она многое объясняет. Она не скучная, нет? Ну, отлично. Тогда мне очень приятно, что вы так это оценили. Спасибо большое. Итак, перед Второй мировой мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но поскольку не отдала Данцевский коридор, все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему? И началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши. Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Кстати, Советский Союз вел себя, я читал архивные документы, вел себя очень честно. И Советский Союз просил разрешения Польши провести свои войска на помощь Чехословакии. Но устами тогдашнего министра иностранных дел Польши было сказано, что если даже советские самолеты полетят в сторону Чехословакии через территорию Польши, они будут сбиваться над территорией Польши. Но не важно. А важно то, что война началась и теперь уже сама Польша стала жертвой той политики, которую проводила в отношении Чехословакии. Потому что по известным протоколам Молотова-Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории. После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом. А Польша в порядке компенсации, так надо полагать, получила западные исконно германские территории. Это западная, восточная часть Германии, часть земель. Это западные районы Польши сегодня. Ну и естественно, опять вернули выход к Балтийскому морю, опять вернули Данцик, который опять стал называться по-польски. Вот таким образом сложилась вот эта ситуация. И при формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала. При этом Сталин настоял на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований. Но почему-то основатель Советского государства Ленин настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И тоже по непонятным причинам наделил образующуюся Советскую Украину землями, которым люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании все это было влито в состав Украинской СССР. В том числе все при Черноморье, которое было получено во времена Екатерины II и, собственно, к Украине, никогда никакого исторического отношения не имели. Даже если мы вспомним, назад вернемся, в 1654 год, когда эти территории вернулись в состав Российской империи, там было 3-4 современных области Украины. Никакого при Черноморье там и близко не было. Просто не о чем было говорить. В 1654 году. У вас энциклопедические знания, но почему первые 22 года вы об этом не говорили, свое президентство? Итак, Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели. Прежде всего при Черноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно таким. И вот это все в течение многих десятилетий в составе СССР, Украинское СССР развивалось, и большевики тоже по непонятным причинам занимались украинизацией. Не только потому, что там выходцы были с Украины в руководстве Советского Союза, но в целом была такая политика, коренизация, коренизация она называлась. Это касалось Украины и других союзных республик. Внедрялись национальные языки, национальная культура, что в целом, в принципе, конечно, и неплохо. Но таким образом создавалась Советская Украина. А после Второй мировой войны они получили еще Украину, получила еще часть не только польских войнных территорий, а сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территории забрали, и они, эти территории, вошли в состав Советской Украины, и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. А как вы думаете, что есть ли у Венгрии право забрать свои земли, и другие нации могут ли забрать свои земли, и, может быть, вернуть Украину границам 1654 года? Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств, то в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они не имеют на это право вернуть эти земли свои, то, во всяком случае, понятно. Орбан уговорили об этом, что он может вернуть себе часть земель Украины? Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что, конечно, Венгрии, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину. А больше того, я сейчас вам расскажу очень интересную историю, отвлекусь. Это личная история. Я, значит, где-то в начале 80-х годов на машине из тогдашнего Ленинграда, из Петербурга, поехал просто в путешествие по Советскому Союзу через Киев. В Киев заехал, а потом поехал на Западную Украину. Въехал в город Береговое называется. А там все названия городов, поселков на русском и на непонятном для меня языке, на венгерском. На русском и на венгерском. Не на украинском. На русском и на венгерском. Проезжаю в какой-то деревне. Возле домов сидят мужчины в тройках, в черных, в костюмах тройках, и в цилиндрах в черных. Я говорю, это что, артисты какие-то? Мне говорят, нет, это не артисты никакие. Это венгры. Я говорю, а что они здесь делают? Как чего? Это их земля, они здесь живут. Все названия. В советское время, в 80-е годы, у них сохранился, они сохраняют венгерский язык, названия, все костюмы национальные. Они венгры и чувствуют себя венграми. И, конечно, когда сейчас происходит ущемление... Да, я думаю, что такого много бывает. И, скорее всего, многие страны недовольны переменой границ во время изменений в 20 веке и до того. Но дело в том, что вы ничего подобного не заявляли ранее, чем за последние два года. И вы говорили о том, что вы чувствовали физическую угрозу со стороны НАТО, в частности, ядерную угрозу, и это побудило вас действовать. Правильно ли я вас понимаю? Я понимаю, что, поскольку мои длинные диалоги, они, наверное, не входят в такой вот жанр интервью. Поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный разговор. Так что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Ну так вот, мы подошли к тому моменту, когда была создана Советская Украина. Потом, 1991 год, развал Советского Союза. И все, что Украина получила в подарок от России, в барского плеча, она утащила с собой. И в целом, вот я подхожу сейчас к очень важному моменту сегодняшнего дня. Ведь этот развал Советского Союза был инициирован, по сути, руководством России. Я не знаю, чем тогда руководствовалось руководство России. Но подозреваю, что из нескольких составляющих, несколько там было причин думать, что все будет хорошо. Первое. Ну, во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что фундаментальные основы отношений между Россией и Украиной, фактически общий язык. Там 90% с лишним говорили на русском языке. Значит, родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные связи, так или иначе, дружеские связи, общая культура, общая история, наконец, общая религия. Все это настолько фундаментальные вещи, общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий. Все это такие фундаментальные вещи, экономика очень сильно взаимосвязана. Значит, все это влежит в основе неизбежности наших добрых отношений. Первое. И второе очень важное. Я хочу, чтобы вы, как американские гражданины, чтобы ваши слушатели, зрители об этом тоже услышали. Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование. Больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует. Россия добровольно, добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза и исходит из того, что это будет понято так называемым, уже в кавычках, цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Были умные люди, в том числе и в Германии. Эгген Барр был такой крупный политический деятель социал-демократической партии, который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза. Говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе. Нужно помочь объединиться Германией, но создать новую систему, куда будут входить Соединенные Штаты, Канада, Россия, другие центральноевропейские страны. Но не нужно, чтобы НАТО распространялось. Он так и говорил, если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях Холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал. Никто не послушал. Больше того, он рассердился как-то. Ну, тоже в архивах у нас разговоры лежат. Если говорить, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду. Рассердился на советское руководство. Ну, он был прав. Все так и произошло, как он сказал. Да, конечно, его слова реализовались. Вы многократно об этом говорили, мне кажется, это абсолютно справедливо. И многие в Штатах также думали, что отношения между Россией и США будут нормальные после развала Советского Союза. Однако, произошло обратное. Однако, вы никогда не объясняли, почему, как вам кажется, это происходило. Ну, почему это произошло? Ну, да, может быть, Запад боится сильной России, однако Запад не боится сильного Китая. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае 1,5 миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами, 5 с лишним процентов в год, было еще больше. Но это вот для Китая достаточно. И поэтому потенциал, Бисмарк когда-то говорил, главное – это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный. Первая экономика в мире сегодня попредит о покупательной способности по объему экономики. Уже обогнали Соединенные Штаты достаточно давно. И темпы растут. Сейчас не будем говорить, кто кого боится. Мы не будем, давайте, рассуждать такими категориями. А поговорим о том, что после 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда-то говорю, вы, не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло пять раз, пять волн расширения. Мы все терпели, все уговаривали, говорили, не надо. Мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика. Нет ни власти коммунистической партии. Давайте будем договариваться. Больше того, я тоже уже говорил об этом публично. Ну, сейчас ельцинское время возьмем. Наступил момент, когда серая кошка пробежала. Вот до этого ельцин ездил в США, помните, выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова. Год Бесс-Америка. Да? Он же все это сказал. Это же были сигналы. Ну, пустите нас к себе. Нет. Когда начались события в Югославии, сразу до этого ельцин нахваливали, нахваливали. Как только события в Югославии начались, а когда он поднял голос за сербов. А мы не могли не поднять голос за сербов в ее защиту. Я понимаю, там были сложные процессы. Понимаю. Но Россия не могла не поднять голос за серб. Потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура и так далее. Ну, такой многострадальный народ в течение поколения. Но не важно. А важно то, что ельцин высказался в поддержку, что сделали Соединенные Штаты. В нарушение международного права устава ООН начались бомбардировки Белграда. Соединенные Штаты выпустили этого джин из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала свое негодование, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право. Ну, тогда начали говорить, что устарело все. Надо все менять. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Это правда. Но не таким образом. Но тем не менее. Да, кстати, сразу ельцином начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Все он понимал и все смыслил. Я вас уверяю. Значит, ну хорошо. Я стал президентом в 2000 году. Думал, ладно, все это. Югославская тема прошла. Но надо попробовать восстановить отношения. Все-таки вот эту открыть дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить. На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, в посреднем помещении, я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой. Не-не, это сейчас, это невозможно. Можете спросить у него? Я думаю, он наше интервью услышит, подтвердит. Я бы никогда не стал что-то подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно. Вы были искренни тогда? Вы бы присоединились к НАТО? Послушайте, я задал вопрос. Возможно это или нет? И получил ответ нет. Если я был неискренним в своем желании выяснить позицию руководства... А если бы он сказал да, вы бы присоединились к НАТО? Если бы он сказал да, начался бы процесс сближения. И в конечном итоге это могло бы состояться. Если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо. Давайте будем... Как вы думаете, почему? Каковы мотивы этого? Я чувствую, что вы испытываете горечь по этому поводу, я понимаю. Но почему, как вы думаете, Запад тогда так вас оттолкнул? Откуда эта враждебность? Почему не удалось улучшить отношения? Каковы были мотивы этого, с вашей точки зрения? Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста. Горечь и обиды – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут. Вот и все. Хорошо, ладно. Но давайте будем выстраивать отношения по-другому. Будем искать точки соприкосновения. Почему мы получили такой негативный ответ? Это вы спросите у своих руководителей. Я же не могу за них. Я могу только догадываться, почему. Слишком большая страна, со своим мнением и так далее. А Соединенные Штаты, ну, я же видел, как решаются вопросы в НАТО. Еще один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины. Руководство совершенно ожало, и все члены НАТО послушно голосуют. Даже если им чего-то не нравится. Сейчас я скажу в этой связи, что происходило с Украиной в 2008 году. Хотя это обсуждается уже. Здесь ничего нового я вам не скажу. Тем не менее, значит, потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Ну, например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке. Значит, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами. И я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе. И я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, я поднял этот вопрос, он говорит, ну не может быть. У тебя есть доказательства? Я говорю, да. Я был готов к этой беседе и дал ему это доказательство. Он посмотрел. И знаете, что сказал? Ну, я прошу прощения, да? Ну, так было. Я процитирую. Он говорит, ну, я им надеру жопу. Значит, мы ждали-ждали ответа, ответа не было. Я говорю директору ФСБ, ну, ты ЦРУ-то напиши, как результат какой-то есть разговор с президентом. Написал раз-два, а потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ. Мы работали с оппозицией в России, считаем, что это правильно, и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну, ладно, мы поняли, что разговора не будет. Оппозиция вам. Ну, конечно, имелось в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе. Вот о ком шла речь. Они это называли оппозицией. Это вот второй момент. Третий момент, очень важный. Очень важный. Это момент создания системы про-США. Начало. И мы долго уговаривали не делать это в Соединенные Штаты. Больше того, после того, как меня пригласили в отец Буша-младшего, Буш-старший, пригласил к себе на океан, в гости, и там состоялась очень серьезная беседа с президентом Бушем, с его командой. Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместную систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности. Несмотря на то, что официально говорилось с Соединенными Штатами о том, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана. Этим же обосновывалось создание ПРО. И я предложил им работать втроем. Россия, США, Европа. Сказали, очень интересно. Меня спросили, ты серьезно? Я говорю, абсолютно. Я говорю, представь, мы ask what year was this? Когда это было? В каком году? Ну, я не помню. Вот это легко узнать в интернете, когда я был в США по приглашению Буша-старшего. Но это еще легче узнать. Сейчас я вам скажу, от кого. Вот. И мне сказали, это очень интересно. Я говорю, только представьте, если мы вместе будем решать вот такую глобальную, стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические, даже политические. Но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Говорят, да. Я спросил, это ты серьезно? Я говорю, конечно. Нам надо подумать, мне сказали. Я говорю, пожалуйста. Потом сюда. Вот в этот кабинет, где мы с вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ и госсекретарь Райс. Вот сюда, вот за этот стол. Вот напротив. Вот вы видите этот стол. Они сели с этой стороны, я и министр иностранных дел, министр обороны России с той стороны. Они мне сказали, да, мы подумали и мы согласны. Я говорю, слава богу, отлично. Но за некоторым исключением. То есть вы дважды описывали, как американские президенты принимали какие-то решения, а потом их команды эти решения пускали под откос? Именно так. Именно так. В конечном итоге нас послали подачу. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректно. Ну, все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было оттлонено, это факт. Тогда, именно тогда, я сказал, послушайте, мы тогда будем вынуждены заниматься ответными мерами. Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Он говорит, ответ был такой. Мы делаем не против вас, а вы делаете, что вы хотите. Мы исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю, хорошо, пошло. И мы создали гиперзвуковые системы. Причем межконтинентальной дальности. И продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных. Мы опередили всех. И Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Но не мы это сделали. Мы предлагали пойти другим путем, а нас отодвинули. Теперь по поводу расширения НАТО на Восток. Но обещали же, никакого НАТО на Восток. Дюйма в сторону на Восток не будет, как нам было сказано. А потом что сказать? Ну, на бумаге же они зафиксировали. Поэтому будем решать. Пять расширений. И погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу и так далее. И вот теперь по-главному. Добрались до Украины. В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты. Теперь по поводу, как там принимаются решения. Германия, Франция вроде бы были против. Так же, как некоторые другие европейские стороны. Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, а он такой крепкий парень, крепкий политик. Как мне сказали потом. Он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантии-то просто? Что это за детский сад? Что это за люди? Кто они такие? На них, видите ли, нажали, они согласятся. А потом они говорят, ну, Украина же не будет в НАТО, ты знаешь? Я говорю, не знаю. Я знаю, что вот вы согласились в 2008 году, а почему вы в будущем не согласитесь? Ну, тогда вот нажали на нас. Я говорю, а почему завтра на вас не нажму? И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Ну, с кем? Где гарантии? Никаких. Значит, начали осваивать территорию Украины. Что бы ни было там, я вам предысторию рассказал, как развивалась эта территория. Какие отношения были с Россией. Ну, там у каждого второго, третьего какие-то связи с Россией были всегда. И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате декларации о независимости. А, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство. А в 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Так вот, все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. И перебить этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно. Значит, к власти пришел Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось в США, ну вот шел спор между... В 2014 году. Нет, раньше. Нет, нет, это раньше было. Значит, после президента Кучмы победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его. И к власти пришел в результате третьего тура. Представьте, что в США кому-то что-то не понравилось, организовали третий тур. Который не предусмотрен в Конституции США. Но, тем не менее, там это сделали. Ладно, пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо. Но мы и с ним наладили отношения. Он ездил в Москву с визитами. Мы ездили в Киев. И я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Ну, западные так западные. Пускай. Пускай. Люди работают, считают. Пускай ситуация должна внутри развиваться. В самой Украине. Независимо. Значит, после того, как он поруководил страной, ситуация ухудшилась. И к власти все-таки пришел Виктор Южникович. Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком. Я не знаю. Не хочу давать оценок. Но встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно. Пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема. Потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы. А Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой. И потоком все на наш рынок. Сказали, не, ну тогда так не получится. Мы закроем тогда свои границы с Украиной. Таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украины выиграет, сколько потеряет. Я объявил своим контрагентам в Европе, я должен еще подумать перед тем, как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия оппозиции, поддержанные Западом. И все дошло до Майдана. И до госпереворота на Украине. So he did more trade with Russia than with the EU. Ukraine did. Ну конечно, ну конечно, конечно. Мы даже делали не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времен Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки. И в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были. Совершили госпереворота. Хотя нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, тоже считают некорректно, но все-таки было сказано, вы там Януковича успокоите, а мы успокоим оппозицию. Пускай все идет по пути политического регулирования. Мы сказали, хорошо, согласны, давайте так и сделаем. Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции, а вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов. При поддержке ЦРУ, конечно. Организации, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация. Я понимаю. Мои бывшие коллеги. В том смысле, что я работал в первом главном управлении, это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Ну, работа есть работа. Но технически они все сделали правильно. Добились того, чего хотели. Сменили власть. Но с политической точки зрения, это колоссальная ошибка. И здесь, конечно, политическое руководство не доработало. Они должны, политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет. Итак, в 2008 году открыли двери Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот. При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать. Создали угрозу для Крыма, которую мы были вынуждены взять под свою защиту. Начали войну в Донбассе. С 2014 года. Применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого все началось. Видео-запись. Когда самолеты наносят удар по Донецку. Сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию. Еще одну. Потерпели неудачу. Еще готовились. И все еще на фоне освоения. Военного освоения этой территории. И открытие двери в НАТО. Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит. С нашей стороны это было бы преступная беспечность. Вот что это было бы такое. Просто политическое руководство штатов подогналось к черте, за которую мы уже не могли переступить. Потому что это разрушало саму Россию. И потом мы не могли бросить наших единоверцев и по сути часть русского народа под эту военную машину. То есть это было за 8 лет до начала конфликта. А что спровоцировало конфликт этот? Когда вы решили, что вам нужно все-таки сделать этот шаг? Ну, спровоцировало конфликт. Изначально спровоцировало конфликт госпереворот на Украине. Кстати говоря, приехали представители трех европейских стран. Германии, Польши и Франции. И были гарантами подписанного договора между правительством Януковича, между Януковичем и оппозицией. Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот. И все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает. Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью. И про гарантов, трех гарантов. Которые вместо того, чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле, нет, поддержали госпереворот. Хотя смысла в этом бы не было. Никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович совсем согласился. Был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов убедить, если сказать по-честному. Не было шансов. Все это знали. Зачем госпереворот? Зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начало операции на Донбассе? Вообще нет. Вот этого я не понимаю. Вот в этом и про счет. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А по-моему, один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не пять миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Все можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путем. Без всяких жертв, без начала войных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В Голубанька не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза все должно было быть так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО. Тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО. Без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетия. Не делайте этого, не делайте того. А что посвятило триггерам в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного регулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранного отдела, там все остальные официальные лица, а потом сам президент заявил о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции, прямо сказали, что подписывали, уже в наши дни, год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минска, но выполнять никогда не собираюсь. Нас просто водили за нас. Вы говорили с госсекретарем, с президентом, кто-то, может быть, они боялись с вами разговаривать, и говорили вы им, что если они будут продолжать накачивать Украину оружием, то вы будете действовать. Мы постоянно об этом говорили. Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединенных Штатов, европейских сторон, чтобы вот этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины. Там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено. Это правда. Но я был уверен абсолютно, и я сейчас вам скажу, я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, их надо было ещё уговорить, возвратиться как бы в рамки украинской государственности, то постепенно, постепенно раны заживут, постепенно, постепенно, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия, всё постепенно-постепенно срастётся. Нет, никто этого не хотел. Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить. И всё дошло вот до этой ситуации, когда на Украине бьюли. Нет, мы не будем ничего. Начали ещё подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали её в 2022 году. Это попытка её прекратить. Как вы думаете, удалось вам сейчас её прекратить? Достигли ли вы своих целей? Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это деноцификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Это одна из проблем, которые мы обсуждали. И в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в прошлом году, в начале, но по нашей инициативе завершился. Потому что нам европейцы, в частности, говорили, нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и в Германии говорили, ну как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор с пистолетом, приставленным к голове, к виску? Надо отвезти войска от Минска. Хорошо, мы отвели войска от Минска. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договорённости, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооружённому противостоянию при помощи Соединённых Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас. Что касается деноцификации, что это означает? Вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Деноцификация. После обретения независимости, Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности таких ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что в начале XIX века, когда появились теоретики независимости и суверенитета Украины, они исходили из того, что Украина, независимая, должна иметь очень доброе и хорошее отношение с Россией. Но в силу исторического развития, в силу того, что когда эти территории находились в составе Речи Посполитой, Польша, украинцев достаточно жестоко преследовали, изымали, пытались уничтожить эту идентичность, и вели себя очень жестоко. Это всё осталось в памяти народа. И когда началась Вторая мировая война, часть этой крайне националистической, ну так скажем, националистически настроенной элиты, она начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что Гитлер принесёт им свободу. И немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня польского, еврейского населения, ну и русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны, Бандеры, Шушкевич, вот именно этих людей сделали национальными героями. Вот в чём проблема. И нам всё время говорят, ну, национализм и неонацизм есть и в других странах. Да, ростки есть, но мы же их даем. И в других странах их давят. А на Украине нет. На Украине из них сделали национальных героев. Им памятники возводят. Они на флагах. Они, их имена кричат, толпы, которые ходят с факелами, как в нацистке Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо это практикуя теорию прекратить. Значит, конечно, любая нация, она выросла, считает там часть людей, вот мы говорим, я говорю, что это часть общего русского народа. Они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право, но не на основе нацизма. Правильно? Нацистской идеологии. Вот смотрите, президент Франции, президент... Вы будете удовлетворены той территории, которая у вас есть уже сейчас? Нет, нет, сейчас закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. Вот приехал президент Украины в Канаду. Это хорошо известно, но замалчивается на Западе. И представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер, воевал во время Второй мировой войны против русских. Но кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС. Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из националистов украинских, они занимались этой грязной работой. Президент Украина встал, вместе со всем парламентом Канады, и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины еврей по национальному. А что вы будете с этим делать? То есть, Гитлера уже 80 лет нет в живых, на СССР Германии больше не существует. По правде. Это правда, да. Я думаю, что вы говорите, что вы хотите потушить этот пожар украинского национализма. Как это сделать? Послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. И можно я скажу, как я думаю? Да? Не будете обижаться? Of course. Он, казалось бы, тонкий. Он очень противный, этот вопрос. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины аплодирует ему в канадском парламенте аплодирует стоя. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое деноцификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию, практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить. Вот что такое деноцификация. Вот что мы под этим понимаем. Хорошо. Я, конечно, не защищаю нацизм или неонацизм, но мой вопрос в практическом плане. Вы не контролируете всю страну и не кажется, будто вы хотите все ее контролировать. Но каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, истории в стране, которые вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть? А вот знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что там есть это все в письменном виде, что на Украине не будет оккультироваться неонацизм. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсов, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацизм? Ведь нет, правда? А вот и все. будут ли переговоры? И почему до сих пор таких переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине не было? Мирных переговоров? Они были, они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно в Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран на европе, европейских, Соединенных Штатов воевать с Россией до победного конца. Значит, и больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил. Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Он финансирует войну, которую вы ведете. Ну да, он финансирует, но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно. Я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит на Украине, отталкивая Россию. Я ему сказал, говорил неоднократно, кстати говоря, здесь, я думаю, что это будет корректно, на этом я ограничусь. А что он сказал? Можно, у него, спросите, пожалуйста, у него, вам легко, вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте, спросите, мне некорректно комментировать наши разговоры. Но с тех пор вы с ним не разговаривали после февраля 22-го года? Нет, мы не разговаривали. Но у нас есть определенные контакты, по-разному. Кстати говоря, вот, помните, я вам рассказывал про, про, про мое предложение вместе работать в системе противоракетной обороны? Ясно. Да. Вот, можно спросить у всех, они же все, слава Богу, живы, здоровы. И, значит, и бывший президент, и Кандализа жива, здоровы, и, по-моему, господин Гейтс, и сегодняшний, сегодняшний директор Центрального разведуправления господин Бёрнс, он тогда был послом в России, по-моему, он был очень успешным послом. Они все свидетели этих разговоров? Спросите у них. То же самое и здесь. Если вам интересно, что ответил мне господин, значит, президент Байден, ну, спросите у него. Ну, во всяком случае, мы с ним говорили. Я прекрасно это понимаю, но со стороны для внешнего наблюдателя может показаться, что все это может выродиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны. Может быть, даже будут ядерные удары нанесены. Почему вы не позвоните Байдену и не скажете, давайте как-то решим этот вопрос? А что решить-то? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств, и я вам скажу, что мы говорим на этот счет, и что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение там нескольких недель. Вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы это сделаете, прекратите. Чего проще-то? Чего мне ему звонить? О чем говорить-то? Или о чем упрашивать? Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то? Как вы считаете, обеспокоено ли НАТО тем, что это может все перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт? Во всяком случае, они говорят об этом. И они стараются запугать свое население, мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди, ну, не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимаются реальной политикой, ну, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. Вы имеете в виду угрозу российского вторжения, например, в Польшу или в Латвию? Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу? Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы. Аргумент, я думаю, вы хорошо знаете, заключается вот в чем. Да, вот он вторгся в Украину, у него есть территориальные протязания на всем континенте, и вы недвосмысленно говорите о том, что таких протязаний территориальных у вас нет. Абсолютно. Это абсолютно исключено. Просто не надо быть никаким аналитиком. Это противоречит здравому смыслу. встягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставить на грань уничтожения всей человечества. Это очевидно. Вот. И есть, конечно, средства сдерживания. Нам все время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на Украинском театре военных действий. Цель как можно сильнее ослабить Россию. Один из старших сенаторов, Чак Шумер, кажется, вчера сказал, нам необходимо продолжать финансировать Украину или же, в конце концов, американским солдатам придется воевать на Украине вместо Украины. Как вы оцениваете такое заявление? Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов, больше всего наемников из Польши, на втором месте наемники из США, на третьем из Грузии. Если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это поставит безусловно человечество на грани очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно в Соединенном Штатах? Зачем? За тысячи километров национальной территории у вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом с лишним триллионом долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца и понимая это, все-таки начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее. Кто взорвал Северный поток? Вы? Конечно. Я был занят сегодня. я не взорвал Северный поток. У вас лично может быть есть алиби, у вас лично, но у CIA такого алиби нет. есть свидетельства того, что НАТО или ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят ищи того, кто заинтересован. но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот это два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. Но я не совсем понимаю, это крупнейший акт промышленного терроризма за всю историю и более того, крупнейший выброс СО2 в атмосферу. Но с учетом того, что у вас есть свидетельства и у ваших спецслужб, почему вы не представите такие свидетельства и не победите в этой войне пропаганды? В войне пропаганды очень сложно победить и Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Да, но вот вопрос. Вы работали в Германии, об этом хорошо известно. И немцы четко понимают, что их партнеры по НАТО это сделали. Конечно, это нанесло удар по экономике ФРГ. Почему же тогда немцы молчат? Вот это приводит меня в замешательство. Почему немцы ничего не говорили по этому вопросу? Меня это тоже удивляет. Меня тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада. И иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в Северном потоке два, которые взорвали, в Северном потоке один, которые взорвали. Северный поток два повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу. Но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста. Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал-Европа называется. Там тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев. Из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. Хотя взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Я не понимаю. Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объему финансовой помощи Украине – это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут и закрыли просто. Украинцы, откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают. Почему немцы не скажут «Слушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие? Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе. Это роняет уровень нашей конкурентоспособности экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Ну, дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике. Мы же вам деньги оттуда даем». Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. Вот, что и здесь, что в голове, у них одно и то же. Там, потом, знаете, люди очень некомпетентны. Может быть, мир сейчас разделяется на два полушария. Одно полушарие с дешевой энергией, другое нет. Я хочу задать вопрос по этому вопросу. Да, сейчас многополярный мир. Вы можете описать альянсы, блоки, кто, на чьей стране? Как вы считаете? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другая более креативная и так далее. Но это все-таки одна голова. Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А пока голова разделена на две части, это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить? Ну, приведу один пример. Американский доллар объединил весь мир во многом. И, как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная валюта? Каким образом санкции изменили место доллара в мире? Вы знаете, это грубейшее, одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются, инфляция в США минимальная, сколько там, по-моему, 3%, примерно 3-4%, что ли, приемлемая для США абсолютно. А печатают бесконечно, конечно, о чем говорит долг 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращают запасных долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничители меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира. Вот что бы у нас происходило? У нас примерно 80% до 2022 года в России 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами. Значит, а сейчас по-моему осталось только 13%. Но не мы запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, это полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов, потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире. Теперь у нас расчеты в юанях были, кстати, 3% примерно. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же 34% с небольшим в юанях. Зачем Соединенные Штаты это сделали? Я могу только объяснить самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываться за продажу нефти в юанях. Но вы понимаете, что это такое, происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете то, что всегда у всех экспертов? Вы спросите любого умного и думающего человека. В Штатах. Что такое доллар для США? Сами его убивают. Я думаю, что это действительно справедливая оценка. Следующий вопрос. Может быть, вы обменяли одну колонияльную державу на другую, но более такую щадящую. Может быть, Брикс сегодня в опасности того, что более добра колонияная держава Китай будет там доминировать. Это как хорошо ли для суверенитета? Как вы думаете, вас беспокоит это? Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же, как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе, мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих, внешнеполитическая философия Китая, она не агрессивная. Она всегда ищет внешнеполитическую мысль Китая, всегда ищет компромисс. И мы это видим. У нас следующий пункт такой, нам все время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в такой мягкой форме, но тем не менее это та же самая страшилка. Вот объем сотрудничества с Китаем растет, растет. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем и Российской Федерацией. Спросите европейцев, они не боятся? может быть, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера. И простых линейных решений здесь нет. Так же, как с долларом. Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции, нелегитимные с точки зрения устава обведенных наций, надо как следует подумать. По-моему, с этим проблема у тех, кто принимает решения. Вы минуту назад сказали, что сегодня мир будет намного лучше, если не будет двух конкурирующих союзов, альянсов, которые друг с другом конкурируют. Но может быть сегодняшняя американская администрация, как вы говорите, как вы считаете, настроена против вас. Может быть, следующая администрация в США, правительство после Джо Байдена захочет наладить связи, или это негает роли? Сейчас скажу, чтобы закончить предыдущий вопрос. У нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Синь Цзиньпинем, что в прошлом году, в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов, по китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах все считать, у нас товарооброс с Китаем. И очень важная вещь. Он у нас сбалансированный этот торговой оборот. И он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный. А что касается БРИКС в целом, Россия стала председателем БРИКС с этого года, то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами. Вот смотрите, дай Бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 1992 году, по-моему, доля стран семерки в мировой экономике составляла 47 процентов. Это в 1992 году. А в 2022 она упала где-то до 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16 процентов. А сейчас она превышает уровень семерки. И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых я сейчас сказал. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает, помешать невозможно. Надо к этому приспособиться. Как Соединенные Штаты приспосабливаются? С помощью силы. Санкций, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень. Извините меня, даже если кто-то хочет уровень доминирования. Такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидно. Вы меня сейчас спросили, а вот другой руководитель придет и что-то изменит. Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека. У меня очень добрые были отношения с Бушем. И его в Штатах представляли каким-то деревенским парнем, который мало чем соображает. Уверяю вас, что это не так. Я считаю, что в отношении России он тоже проводил достаточно, наделал тоже много ошибок. Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украины и так далее. Но это же при нем было. Он же давил на европейцев. Но в целом у меня с ним были на человеческом уровне очень добрые и хорошие отношения. Он не дурнее любого другого американского или российского или вообще европейского политика. Уверяю вас, он все понимал, что он делает. Так же, как и другие. У меня и с Трампом были такие наличные отношения. Дело не в личности лидера, дело в настроениях элит. Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится, только будет хуже. А если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще в США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться. И вот смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по предмету покупательной способности, по объему. обогнали США уже давно, потом США, а потом Индия, полтора миллиарда человек, потом Япония. На пятом месте Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально с вашей точки зрения? Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкций в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют. Но надо же подумать, что делать. Вот если вот это осознание придет, к правящим элитам, то да, тогда, и тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него избиратели и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то измениться. вы описываете две разные системы, говорите, что лидеры действуют в интересах избирателей, но в то же время какие-то решения правящими классами принимаются. А вы вот страну возглавляете много лет, а как вы думаете, с вашим опытом, кто в Америке принимает решения? Я не знаю. Это Америка сложная страна, такая, с одной стороны консервативная, с другой стороны быстром меняющаяся. Нам не просто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах, разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, и каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штатов. Двухступенчатая выборная система, там очень сложно в этом разобраться. И, конечно, есть две партии, которые являются доминирующими республиканцы-демократы, и там в рамках партийной системы центр принимающие решения, готовящие решения. Потом смотрите, почему в отношении России после развала Советского Союза были, на мой взгляд, ошибочные, грубые, совершенно необоснованные и ничем политика проводилась, давление, ведь это политика давления, расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны, это же все элементы давления, 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 потом затягивание в НАТО Украины, это же все давление. Почему? Я думаю, в том числе и потому, что были созданы, условно говоря, избыточные производственные мощности. за время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров созданных, специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство, надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квази-государственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для борьбы, для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка. В том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостоянии со Советским Союзом. Вот нужно от этого избавиться, должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит. Вот Индонезия, посмотрите, как развивается. 600 миллионов человек. Вот куда от этого деться? Никуда. Надо просто исходить из того, что Индонезия войдет, она уже входит в клуб ведущих экономик мира, как бы ни было кому-то нравится или не нравится. Да, мы понимаем, отдаем себя отчет в том, что в Соединенных Штатах, несмотря на все проблемы экономические, все-таки в Штатах нормальные ситуации и рост приличный, экономики 2,5% ВВП растет. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется. Как я уже сказал, мир все равно поменяется, вне зависимости от того, даже чем закончатся события на Украине. Мир меняется. И нужно это, понимая это, в самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире. Сами ваши эксперты пишут, я их читаю просто. Вопрос только, как это будет происходить, болезненно, быстро или мягко, постепенно. И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански. Просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. И для того, чтобы их оценивать и менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровне политического руководства. Должен спросить. Вы четко сказали, что расширение НАТО стало нарушением и без обещаний и является угрозой вашей стране, но до того, как вы отправили войска на Украину на конференции по безопасности, вице-предит США поддержал стремление президента Украины вступить в НАТО. Вы думаете, что это в том числе спровоцировало военные действия? Мы просто, я еще раз повторяю, мы многократно, многократно предлагали искать решения проблемам, которые возникли в Украине после госпереворота 2014 года мирными средствами. Но нас никто не слушал. И больше того, украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что не будет исполнять минских соглашений. Им там ничего не нравится. И продолжало военная активность на этой территории. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами. Под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров там по существу начали создавать базы. Вот и все. На Украине объявили, что русские являются, закон приняли, нетитульные нации. И одновременно принимали законы, которые ограничивают права нетитульных наций. На Украине получив в подарок от русского народа вот эти все юго-восточные территории, вдруг объявили, что русские на этой территории нетитульные нации. Нормально? Вот это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали на неонацисты на Украине в 2014 году вооруженным путем. вы думаете, что у Зеленского есть свобода для того, чтобы вести переговоры по урегулированию этого конфликта? Я не знаю детали, мне, конечно, трудно судить, но думаю, что есть. Во всем случае, было это. У меня уже отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил ему, Володя, что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил. Это отдельная тема, я считаю это некорректным. Но что касается свободы выборов, почему нет? Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. А потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные, очень активные, от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. Считаете, что сейчас, вот в феврале 24-го года, у него есть свобода говорить с вашим правительством, попытаться как-то своей стране помочь, или, может быть, он может вообще сам это сделать? Ну, а почему нет? Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя, мы считаем в России, что все, что произошло после 2014-го года, первичным источником власти является госпереворот. И в этом смысле даже сегодняшний власть является ущербной. Но он считает себя президентом, в этом качестве его признают и Соединенные Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир. А почему нет? Он может. Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил. Мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновения с Россией. И мы согласились с этим предложением. Ну, посмотрите же, опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть, это вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну, пусть отменят этот декрет и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все мы слышим. Готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну, что же пускай отменяет свой декрет и наступает переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально, потому что, как сказал господин Арахами, мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон, а война продолжается? That's a good question. Where do you think he is, and why did he do that? Зачем он сделал? Да хрен. Хрен его знает за чем-то, если я не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя? От самонадеянности и от небольшого ума. От чистого сердца, но не от большого ума. Вы описали связи между Россией и Украиной, описали Россию, что это православная страна. Вы говорили об этом. А что это значит для вас? Вы лидер христианской страны, как вы сами себя описываете. Какой эффект это имеет на вас? Вы знаете, вот, как я уже сказал, в 1988 году князь Владимир крестил, сам крестился, по примеру своей бабки, княгине Ольге, потом крестил свою дружину, а потом постепенно в течение лет крестил и всю Русь. Это был длительный процесс от язычников к христианам, много лет занят. Но в конечном итоге вот это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, те, которые исповедуют ислам, буддизм, иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом ее сила. Это абсолютно однозначно. Да и дело в том, что ведь во всех мировых религиях, которых я сейчас сказал, которые являются традиционными религиями Российской Федерации России, по сути, основные тезисы, основные ценности, они очень похожи, если не сказать они одинаковыми являются. Это все, да, и всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности, потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей родиной. Вот если к вам, допустим, из Латинской Америки люди переселяются, или в Европу, еще более ясный и понятный пример, люди приходят, они же пришли со своей исторической родины к вам либо в европейские страны, а люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной, у них нет другой родины, мы вместе, это одна большая семья, и ценности традиционные у нас очень схожи, как я сказал, это одна большая семья, но у каждого есть своя семья, и это основа нашего общества. И если мы говорим, что родина и семья конкретные между собой связаны, то так оно и есть, потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей, для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное устойчивое будущее для всей страны, для родины. Почему в России так разве и так патриотизм? Если позволите, религии отличаются в чем дело в том, что христианство не насильственная религия, Христос говорит подставить другую щеку, ты не убей и так далее, а каким образом лидер может быть христианином, если приходится убивать кого-то другого, как можно это примирить в себе? Очень легко, если речь о защите себя и своей семьи, и своей родины. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине, с госпереворота и с начала боевых действий на Донецке, на Донбассе. Вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою родину и наше будущее. что касается религии в целом, знаете ведь, она не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол, она в сердце. И мы так, у нас культура такая человекоориентированная. И Достоевский, который очень известен на Западе как гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот все-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что это плохо. Это дает возможность вот сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. И это, конечно, нам нужно делать. То есть вы считаете, что что-то сверхъестественное тут действует? Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни, говорите ли вы себе, что тут я вижу действия каких-то сверхчеловеческих, Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда не деться. И одни это так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись, потом они сходили с международной арены в таком качестве, в котором они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры, но начиная с тех же самых ордынских завоевателей, с Чингисхана и потом с Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей. В истории человечества кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться, ну, как мы сейчас говорим, экономически, они стали укрепляться, и тот режим, который в мире был навязан Великой Римской империей, он развалился. Он развалился долго, 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шел 500 лет. Разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. Когда начнется тогда империя ИИ, искусственного интеллекта? У меня все в более сложные вопросы погружаете. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека. Человека-война, человека-ученого, человека-спортсмена. Вот сейчас говорят, в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. What do you think of that? Что вы об этом думаете? Ну, Маска, я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договаривать. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть, я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс, процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. человечество, конечно, думать должно по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное примение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в ту или в другой области. Эти исследования все равно будут, но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. межгосударственном вам большое за то время, которое вы нам уделили. Я хочу задать еще один вопрос. Иван Гершковиц, ему 32 года, американский журналист, он находится в заключении уже в течение более чем года. Это большая история в США. я хочу спросить у вас, вы готовили бы в качестве жеста доброй воли освободить его для того, чтобы мы отвезли его в США? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы в принципе готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И когда я говорю партнеров, имею прежде всего в виду представителей специальных служб. Они в контакте между собой. И они обсуждают эту тему. У нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. веков. конечно, все происходит в течение веков. Страна ловит шпиона, задерживает его, потом обменивает на кого-то. Конечно, это не мое дело, но отличается эта ситуация тем, что этот человек совершенно точно не шпион. Это просто ребенок. И может, он, конечно, нарушил ваше законодательство, однако он не шпион и совершенно точно не шпионил. Может быть, он находится все-таки в другой категории. Может быть, несправедливо было бы просить в обмен на него кого-то другого? Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытную секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе, но по факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и все доказано, ведь его взяли с поличным при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Мы с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну, что это такое? Повторю еще раз. Вы говорите, что он работал на американское правительство, на НАТО, или же он просто журналист, который получил информацию, которая не должна была оказаться в его руках? Мне кажется, все-таки есть разница между двумя этими категориями. Я не знаю, на кого он работал. Но, повторю еще раз, получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американцев, спецслужб, в каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересован в получении этой информации. Вот, ну, это спецслужбы должны между собой договориться. Понимаете? Есть определенные наработки там. Есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее, скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машины проезжал по их головам. Что это за человек? И человек ли это? Ну, нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Вот сделал вот это по собственной инициативе или нет, это другой вопрос. Иван Гершкович ничего подобного не делал, это совершенно другая история. Он делал другую. Он просто журналист. Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся по сути под контролем властей США, где бы они не сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно более-менее держать его в тюрьме в России. Но пусть и коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться. Но только надо договариваться. Я надеюсь, что вы его выпустите. Спасибо большое, господин президент. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой в конце концов. Я говорю искренне совершенно. Ну, повторяю, диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. все должно быть спокойно. Я думаю, что это правда с войной. Но, честно говоря, с войной, я не знаю, работает это или нет. Если позволите, я задам еще один вопрос. Может быть, вы не хотите отвечать по стратегическим причинам, однако, не беспокоитесь ли вы, что происходящее на Украине может привести к чему-то куда более масштабному и куда более страшному. и насколько вы готовы, замотивированы позвонить, например, в Штаты и сказать давайте договариваться? Послушайте, я уже сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Но это же очевидно. Я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление, кого-то. Но мы же понимаем, что происходит. Финансовая поддержка 72 миллиарда дали. На втором месте Германия находятся, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идет оружия. Ну, конечно. Поэтому скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет. Не садитесь, переговоривайтесь. Мы же не отказались. Да, вы об этом уже сказали. Я прекрасно понимаю, конечно, что это не ругательство. И в самом деле сообщалось о том, что Украине не дали подписать мир по указанию бывшего премьер-министра Великобритании, который действовал по указке из Вашингтона. Почему я спрашиваю, почему вам напрямую не решать эти вопросы с администрацией Бандбайдена, которая контролирует администрацию Зеленского на Украине? Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Но пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него отказываются. Вот и все. Но они приняли неправильное решение. Теперь мы должны искать и выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее, пусть и исправляют. Мы за. Хочу удостовериться, что я Вас правильно понимаю. То есть, Вы хотите добиться путем переговоров решения того, что происходит сейчас на Украине. Правильно? Правильно. Но мы же добились этого. Мы создали компакт, большой документ в Стамбуле, который был парасирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора, не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою. А потом он же сказал, мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс. Мы упустили, совершили ошибку. Пусть вернутся к этому. Вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки? Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я вас верну еще поглубже. Я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 1991 год, когда нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к декларации независимости об Украине, где она провозгласилась о нейтральном государстве. Вернемся к тому, что базы НАТО, американские базы, английские, стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прикатили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще? Не считаете ли вы, что было бы слишком унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что два года назад составляла в украинскую территорию? Я же сказал, я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть. Но если желание есть. Вот до сих пор шумели, кричали, а надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, сознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. по моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. больше того, ну, ладно, это уже будет извините. Would you be willing to say congratulations, которые бы вы сказали, например, НАТО, поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним вот в том виде, в каком она сейчас? Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Ну, или, точнее сказать, хотят, но просто не знаем. Я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Но никак не могут понять, как это сделать. Ну, додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели, а наши партнеры, оппоненты до этого довели. Ну, хорошо, теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот, и это бесконечная мобилизация на Украине, истерика, там, внутренние проблемы. Ну, все это рано или поздно все равно мы договоримся. И вот что, знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу необычные примеры. Вот на волевое происходит бой и столкновение. Конкретный пример. Вот, сейчас, секундочку, конкретный пример. украинские солдаты попали в окружение. Это конкретный пример из жизни и боевых действий. Наши солдаты им кричат, шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском месье кричат, русские не сдаются. И все погибли. они до сих пор русскими сиящиеся. В этом смысле, то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другого. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делать. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить. Закончим? Или что-то еще? Ну, я думаю, это все. Спасибо, мэр президент. Спасибо большое. Спасибо большое, господин президент.